В зале Маковского в Нижегородском художественном музее внимание посетителей обращено вовсе не на грандиозную картину во звании Минина к Нижегородцам. В ночь театров у монументального полотна идет спектакль. Мы решили, что театр должен прийти сегодня к Нижегородцам везде. И в музее в том числе. У нас в студии появился такой спектакль, то есть он немного литературный, но вы сегодня сами увидите. То есть там нет переодеваний, там все достаточно строго. Спектакль по Антону Павловичу Чехову, Анна Наше и Шуточка. Когда спектакль выездной, непривычные другие стены, потому что там-то мы занимаемся в студии, там же показаны спектакли. А здесь что-то новое, вот новая атмосфера, это интересно. Сотрудники музея такого количества зрителей даже не ожидали. Увидеть необычную постановку в необычном месте пришли десятки нижегородцев. Мы, конечно, не ожидали, что будет такой большой ажиотаж и такой аншлаг. Мы приготовили одно количество мест, пришло намного больше людей. Акции «Ночь театров» — это театральные вариации «Ночи музеев». Уже много лет акция с успехом проходит в Москве. Теперь она добралась и до Нижнего Новгорода. И, как признался министр культуры региона Олег Биркович, акции позволят показать нижегородцам мир театра в новом формате. «Ночь театра» — это как раз один из таких проектов, когда на новых площадках, либо в каких-то новых условиях, при коллаборации музеев вместе с театрами, мы создаем какой-то новый продукт, который вызывает интерес. И вот в первый же день зарегистрировалось больше 1200 человек на 12 площадок, которые участвуют в «Ночи театров». И здесь же самые разные форматы. Здесь и экскурсии по закулисью, и возможности попробовать себя там бутафором. Постановки в театрах, музеях и даже на улице. Вот, например, прохожих Большой Покровской возле учебного театра удивляют студенты театрального училища. А в самом учебном театре они же показывают спектакль, причем очень необычный. Животные, они больше по инстинктам, они чувствуют и мыслят больше инстинктами. И когда случается что-то такое, что-то такое невероятное, что чего раньше не было, это чудо. Вот так про спектакль с длинным названием «Бык», который шел рядом с ослом, который вез всемогущего царя, рассказывает его автор Евгений Солушев. Учащийся четвертого курса, придумал спектакль еще во время карантина. Затем его поставили вместе с другими студентами театрального училища и представили на конкурс студенческих работ. И сразу выиграли первое место. И, наконец, теперь в ночь театров эту работу смогли увидеть все желающие нижегородцы. Мы его показываем очень редко. И этот спектакль – это подарок зрителям. А почему в день театра? Ну, потому что это наш праздник, и мы решили нижегородцам сделать такой подарок. Спектакли и пьесы, постановки и экскурсии, такие, как, например, в оперном театре. Везде в эту ночь был аншлаг. Важно, что все строго соблюдали масочный режим и другие антикоронавирусные меры Роспотребнадзора. Ночь театров точно, скорее всего, станет традиционной акцией. По крайней мере, нижегородцы сразу проявили к ней интерес. С удовольствием приходили нижегородские театры, а также брали в руки вот такие таблички и фотографировали с ними на память. О первой ночи театров в Нижнем Новгороде, приуроченной к Всемирному дню театров, рассказала Наталья Лисова и Алексей Корякин. Время новостей.